Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным, трудным местам Священного Писания. Но сегодня мы будем отвечать на вопрос, который я получил от одной из наших телеприхожан, я бы так сказал, зрительницы. Вопрос очень интересно сформулирован. «Дьявол везде преследует меня персонально. Что делать?» Персонально дьявол не может преследовать каждого из нас. Это просто невозможно. Как творение Божие, любое творение Божие, он имеет свое положение во времени и в пространстве. Смотрите, что написано в книге Иова, 1 глава, 7 стих. «И сказал Господь Сатане, откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». То есть он имеет положение во времени и в пространстве, и нельзя лукавому приписывать свойства и качества Бога. Это Бог вездесущий. Это Бог вездесущий. Это Бог всебедущий. А дьявол это, да, это был совершенный Божий ангел, но он пал, выпал из духовного мира и оказался в том положении, в котором он оказался. Скорее всего, никто из нас, обычных православных христиан, никогда не встречался с дьяволом. Потому что в Библии сказано, что Бог не посылает испытания верующим сверх их сил, но в самом испытании посылает и некое облегчение. Поэтому Господь мог, например, разрешить дьяволу искушать Иова, как мы это видим. Там, святого Антония Великого, вспомните, страсти Антония Великого, других подвижников. А чтобы каждому простому человеку лично, персонально, это даже какая-то гордость утверждать, что нами лично занимается персонально дьявол. И человек, если так мыслит и так говорит, тут есть такая проблема, он как бы хочет этим оправдаться. Мол, кто я такой, а тут вот такое высокоорганизованное существо, падшее, но очень опытное. Скорее всего, мы сталкиваемся с мелкими бесятами. Мир падших духов, он многообразен. И этот мир бесят, они там докладывают старшим, там, демонам. Те там докладывают дьяволу. И такая вот бесовская канцелярия. Один духовный человек еще в советское время мне говорил, что бесы постоянно дерутся друг с другом. Даже за желание погубить кого-то из нас. У них такая ревность жгучая. И ангелы, которые единодушно в любви друг к другу и к Богу, выступают против них, нам на помощь. Они поэтому всегда, в общем-то, справляются с этой чехардой. Как вот в свое время говорили православные политики, демократия в аду. То есть разные мнения, разные отношения, там такая система партийности, там, каждый за себя и все против всех. Поэтому мы не одиноки в этой борьбе, в этой брани. Есть ангел-хранитель — это святое имя, которого нам дано прикрещение. Есть ангел-хранитель — это духовная сущность, которая нам дается прикрещение. И мы никогда не брошены в этом противостоянии. Если бы бесы получили бы власть и силу действовать так, как они хотят, любой бес мог бы уничтожить, опрокинуть всю планету. Это же духовные существа. Но они во всех действиях ограничены, как я часто объясняю, взаимоотношения между Богом и дьяволом. Это не перетягивание каната. В книге Иакова сказано, что бесы веруют и трепещут. Помните, когда бесы просили Христа «отпусти нас в стадо свиное?» Господь говорит «идите». И бесы вошли в стадо, и все стадо с крутизной моря погибло. Почему Господь разрешил им войти в стадо свиное? Этим самым Господь показал, что бы бесы, демоны, дьявол сделали бы над этим миром, если бы их власть не была бы ограничена. А каждое их действие одинаково ограничено. Бог одинаково контролирует в этом мире и добро, и зло. И как вот в книге Иова мы это очень отчетливо видим. Не надо предполагать, что дьявол читает наши мысли. Конечно, нет. Первое Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А Дух Божий проницает все глубины и глубины сердца человеческого». То есть о том, что у нас внутри, знает Дух Божий и мы сами. А бесы они наблюдают. Они очень опытные, кстати, потому что у них опыт в течение нескольких тысячелетий и тысячелетий. И они наблюдают за нашими действиями. И если ты утром встал, помолился, вечером помолился, нашел время для чтения духовной книги, они просто оставят тебя в покое, уйдут в сторону. Им нужно результат показать. Там количество, наверное, имеет у них значение. Что-то типа соцсоревнования. Поэтому не думайте, что вы один на один вот с самим дьяволом персонально ведете борьбу в одиночестве. Нет, мы не одиноки. Даже неверующие люди, они тоже оберегаются ангелами. Но там немножко другая ситуация. Там есть ангелы народов. Об этом говорится в книге пророка Даниила, что у каждого народа был свой ангел, один ангел. Он оберегал целый народ. А у нас каждый крещеный, как бы равнозначен целому народу, получается, имеет персонального ангела. И другой момент. Почему мы преувеличиваем власть дьявола? Мы это делаем для того, чтобы объяснить, почему мы пали. Ну, помните такой случай? Я как-то рассказывал, забавный. Был Великий пост. И один монах так хотел есть, стал копаться в своей келье. И нашел сырое яйцо. Потрес его. И думает, как бы его сготовить. Взял свечку, зажег и стал крутить. И вдруг игумен заходит, а в некоторых монастырях по уставу нельзя запирать дверь. И игумен увидел, говорит, что ты делаешь, брат? А тот говорит, дьявол меня попутал. Дьявол выходит из темноты кель и говорит, даже я бы до этого не догадался. Мы преувеличиваем силу брания. Если бы Господь не ограничивал зла, любой демон своим хвостом размазал бы нас. Но есть ангелы Божии, есть святые, которым мы молимся. И вот нам не надо приписывать свои падения дьяволу, а надо приписывать кому? Себе. Равно как и добродетели, которые в течение дня совершаем, мы себе их не приписываем, а приписываем Богу. В конце православного канонника, после правила вечерних молитв сказано, «Аша, что благое все день сотворил Еси, не от себе выйти, но от самого Бога вся благая нам дарующего». И ниже. «Аша, что лукавое соделал Еси от себе самого и от немощи или лукавого обычая и произволение сие происходит». Так что все зло мы творим сами, это очевидно. А, как сказано у пророка Божия и апостола, и первого патриарха Иерусалимского, Иакова, брата Господня, он был пророчествующий апостол, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов». Так и будем разуметь. Все добро от Бога, а все зло от нас самих. И начинать дело исправления мира следовательно надо самого себя. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет и молитесь за то служение, которое мы здесь совершаем в нашей немощи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok